Сергей Минаев Тухлес Часть первая Ресторан 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 Ladies with an attitude Fellows that were in the mood Don't just stand there Let's get to it Strike a pose, there's nothing to it Вок Вок Мадонна Вок Все начинается здесь В Москве Я сижу со своим знакомым Тимуром, одним из тех знакомых, которых все по привычке называют друзьями, хотя, конечно, никакие они не друзья, а просто люди, которым ты звонишь, когда тебе нечем занять вечер и нужен собутыльник, чтобы просадить в кабаке очередную пару сотен. Мы сидим в Вок кафе, которым, как известно из московской тусовки, плохая кухня, проблемы с паркингом, хомоватый персонал и вечные толпы у барной стойки. Несмотря на всю кучу сказанных, он продолжает оставаться одним из самых популярных московских заведений. Видимо, тусовка ловит от нахождения в нем особый, сродни мазохистскому кайф, если терпит все эти ужасы, сравнимые, безусловно, только с присутствием в нацистском концлагере. Те моменты, когда очередной московский тусовщик с именем Мигель или Дэн, отчаянно жестикулируя, рассказывает тебе очередную историю о том, как его обхамили в Вок, А после того, как он попытался поставить на место официанта еще и специально, отравили Дорадой, и при этом сравнивает сей ресторан с этим, ну ты понял, концлагерем, как его, Муратау, по-моему. Ты понимаешь, что, во-первых, этот придурок, который в школе не смог запомнить название Дахау, никакой не Мигель и не Дэн. А Миша или Денис? И историю эту он также придумал или своровал со страниц псевдомодного журнала, как и свое дурацкое имя погоняло. А еще ты понимаешь, и в этот момент испытываешь благоговение до пяток, кое испытывали туземцы, при виде кораблей испанских конкистадоров, приплывших выкачивать их золото. Понимаешь, как на самом деле велик ресторатор Аркадий Новиков, построивший империю заведений для подобных людей. Итак, мы сидим в ВОК. Оба достаточно сильно пьяные. Я только что закончил рассказывать Тимуру идею постройки грязной пивной, с разбавленным пивом и пересушенной воблой, со всеми этими отвратительными совковыми запахами блевоты и разлитого по полу алкоголя. Этакой реанимации центра досуга ПТУшников и слесарей в районе текстильщиков в году так 1983. Идея была в том, что если проект откроет Аркаша, то все эти расфуфыренные мудаки будут бронировать там столики за неделю, чтобы платить баснословные счета за диссонанс между собственным майбахом и толстой официанткой в грязном переднике, подающей им плесневелые сосиски. И самое веселое в этом, что от плесневелых сосисок их будет переть в несколько раз круче, чем от собственного лимузина за несколько сотен тысяч евро. Они их будут жрать, нахваливать и рекомендовать друзьям. А ресторанные критики зайдутся в щенячьем визге в своих статьях о новом ресторане Аркадия Новикова с интересным авторским подходом к кухне. Сойдясь на том, что будет биток и мега, мы выпили еще по сто виски, и я впал в традиционное для себя состояние пустоты, «Когда вечер завершен, тебе снова жутко скучно, и единственным желанием остается, чтобы твой собеседник молчал». Как всегда, в такие моменты у собеседника открывается желание сказать тебе что-то очень важное. Тимур наклоняется вплотную к моему уху, так что я начинаю ощущать из его рта запах алкоголя, пасты с томатами и сигаретного дыма, смешанного с вонью кариеса. Я пытаюсь чуть отстраниться, но этот пьяный дурак опять придвигается и шепотом, который можно расслышать на улице, предлагает мне вписаться в проект разведения рыб атлантических пород в Подмосковье. Понимая, что музыку не остановить, я делаю вид, что мне охуительно интересно и говорю, что, конечно, хочу в одночасье стать рыбным олигархом, особенно с таким умным партнером, как Тимур, который все сам рассчитал. А требуемое от меня вложение в 300 тысяч долларов у меня, конечно же, ради такого проекта найдутся, как, впрочем, и у него. Я слушаю весь этот бесперспективняк, и, чтобы в конец не окосить, рассматриваю окружающих нас шлюх. В ВОК, как и в любом модном ресторане, много проституток, выдающих себя за честных столичных девушек. И еще больше честных столичных девушек, почему-то выдающих себя за проституток. Чем первые отличаются от вторых, мне совершенно непонятно. Засим, для простоты понимания, я зову эту категорию особей женского пола «зателки». Обшаривая зал глазами, я натыкаюсь на интересную парочку. За столом развалился толстый пот с лет пятидесяти, с лысой головой и свиными глазенками, одетый в очень дорогой костюм, который, тем не менее, отвратительно на нем сидит. Одной рукой он сжимает сосисочными пальцами бокал с шато-марго. Бутылка предусмотрительно поставлена на стол так, чтобы большая часть зала могла видеть, что чувак лениво потягивает тысячу гринов. Другой он поглаживает чувиху лет двадцати пяти. Такую блондинестую сучку, в чем-то Прадо-Гуччи подобном, с сумкой-вуэтон и длинным маникюром. Он мацает ее под столом за коленки, щиплет за задницу. Она истерично смеется на весь зал и закидывает голову так, что вставленные в волосы темные очки чуть не падают на пол. Еще один тупизм, которого я никогда не понимал, это вечные, днем и ночью, темные очки в волосах у девок. Причем они ими никогда не пользуются по назначению. Это превратилось в модный аксессуар на манер того, как носят в волосах диадемы богатые французские телки. Вероятно, корни этой моды следует искать в советском времени, когда не было никаких темных очков, и, урвав у фарцовщиков фирменные глаза, их таскали с собой повсюду, даже в баню. Этот старпер тем временем продолжает бубнить ей в ухо басом какой-то наверняка тупой и сальный анекдотик из застольного арсенала бывших комсомольских работников. Чувиха сидит с отсутствующим лицом и треплет его по шее. Старпер просит принести ему счет. Глядя на весь этот вавилонский блуд, я размышляю о том, что у старпера через десять минут после того, как принесут счет, начнется нешуточная проблема. Судя по тому, как суетливо он лапал эту телку, как бегал глазками по залу ресторана, пытаясь понять, какое впечатление он производит на нее и окружающих, старпер занимается съемом в ресторанах для галочки. Есть такая неврубная категория стареющих мужиков с большими бабками, которые пытаются доказать себе, своим деловым партнерам и друзьям, то, что они еще кобели. И это в свои-то годы. И вот сейчас, после навязчивых демонстраций собственной похоти, мужик повезет ее в гостиницу. Они войдут в номер, он закажет шампанское, и его охватит отчаянный ужас, потому что, кроме как склонить ее к минету, он уже вряд ли на что-то способен. И стоял у него последний раз лет десять назад, когда он, бухой в жопу, внезапно трахнул свою жену у друзей на даче. Прикол в том, что чувиха, сидящая с ним за столом, все это понимает. Более того, у нее таких стареющих дон-жуанов по восемь штук на неделе. И чтобы ему сразу обозначить все эти моменты, договориться до суда и иметь пару раз в неделю симпатичную молодую девчонку для выхода в свет. Нет. Он будет пыжиться от чувства собственной значимости, страдать из-за собственной упертости, потеть, беситься, палить бабки и опять иметь голый васяр. Пока я обо всем этом думаю, мой приятель уже трясет головой, как китайский болванчик, роняет на себя сигаретный пепел и подходит в своем повествовании к тому моменту, как мы с ним уже заработали по нескольку миллионов. Он с заплетающимся языком несет какой-то бред про вложение денег, виллы на каком-то побережье и недвижимость в Москве. Я похлопываю его по плечу, говорю в ответ что-то про жизнь олигархов и поворачиваюсь, чтобы попросить счет. Удивительно сексуальная пара, за которой я наблюдал, тем временем встает из-за стола. Я встречаюсь глазами со старпером и вижу в них испуг раненной птицы. Меня охватывает истеричный хохот, я пытаюсь закрыть рот руками, а мужик, понимая, над чем я угораю, понимает так же, что и я знаю, что понят. От этого, вкупе с шестиста граммами виски во лбу, меня сгибает пополам, и я начинаю гоготать на весь зал. Мужик берет свою чувиху под руку, и они стремительно покидают заведение. Я, с мыслями о том, что эта ситуация будет еще одним гвоздем в гроб сегодняшней попытки к сексу у лысого, иду в туалет. Голова у меня кружится, в глазах пляшет и размножается унитаз. Одним словом, херово. Я не в силах стоять, сажусь на унитаз и закуриваю. К горлу комками подступает тошнота. Я встаю, иду к раковине, минут десять плещу в лицо ледяной водой. Дверь туалета открывается, и заходит Тимур со словами «Я заплатил там яща!» Он открывает дверь свободной кабинки и начинает с порога блевать. Ждать этого блюющего олигарха по амбициям мне как-то не улыбается. Я выхожу из туалета и направляюсь к выходу. На часах половина первого. На улице, почувствовав озноб, я поднимаю воротник пиджака, закуриваю и тупо впяливаюсь в ночь, пытаясь понять, где мне ловить такси. Хотя дураку ясно, что дорога там одна, понеглинная, и вариантов куда-то идти нет. Сзади меня окликают. Я нехотя оборачиваюсь и вижу какую-то чувиху. Сконцентрировав органы зрения, я идентифицирую ее как свою бывшую сокурсницу, Оксану Григорьеву. На курсе она была одной из самых эффектных девчонок, и у нас несколько месяцев длилось что-то наподобие романа. У нее в голове всегда были какие-то нескончаемые, вбитые ей в голову ее матерью, бывшим партийным боссом, иллюзии о том, как она великолепно должна жить в будущем. Этакая сплошная дольчевита с перелетами на частных самолетах из Парижа в Милан, с принцами, на белых лимузинах и прочими атрибутами низкобюджетных голливудских фильмов-сказок. Затем она вышла замуж. Как говорили, не очень удачно. И сейчас, даже своими мутными от алкоголя мозгами, я понимал, судя по ее внешнему виду, что она оказалась в третьей серии киноэпопеи «Утраченные иллюзии». Производство киностудии «Это твоя жизнь, Бэби». Не очень врубаясь, о чем мне с ней говорить, я пьяно проблеял что-то вроде «Привет, как дела? Ты куда?» и тем самым привел в действие детонатор бомбы под названием «Женщина пьяна и одинока». Как-то незаметно для себя я оказался в машине, которая везла нас к ней. По дороге домой и далее у нее на кухне я выслушал подробный отчет о том, кто из наших сокурсников как устроился в этой жизни, кто стал миллионером и в одночасье все просрал, от кого ушла жена и кто бросил Ленку из третьей группы с тремя детьми. Говоря все это, Оксана подсаживается ко мне, гладит меня по волосам и поправляет бретельку платья. В целом, весь этот кадреш кажется мне каким-то фальшивым и ложевым. Я сижу чуть менее бухой, чем когда я выходил из вок-кафе и догоняюсь советским шампанским, которое она достала из холодильника. Я совершенно четко понимаю, что весь этот флирт с ее стороны вызван неудачным вечером, отсутствием какого-нибудь папика, которого она обычно цепляет по ресторанам. И вот эта ситуация на безрыбье и рак рыба мне как-то не по кайфу. Я киваю, постоянно курю и думаю, под каким бы предлогом слинять от нее. Тем временем, рассказ о наших сокурсниках подходит к концу. Все они, как выясняется, оказались по жизни лузерами, алкоголиками и наркоманами. И то, что они еще не умерли все разом, а продолжают влачить свое жалкое по сравнению с ее, Оксанкиной, красивой и наполненной жизнью состояние, лишь дело времени. Оксана начинает пить эту гадость прямо из горла. Временами у нее изо рта вырывается пена, она давится, кашляет и вульгарно ржет, как любая пьяная баба. Рассказ ее становится все менее связным. Она путается, роняет на себя и на меня зажженную сигарету, и я думаю, что произойдет быстрее. Она прожжет мой пиджак или, наконец, сожжет свой мозг алкоголем. Дальше начинают происходить еще более ужасные вещи. Она идет в ванную, проводит там минут 15 и возвращается на кухню. По пути она сбрасывает халат, остается абсолютно голой и включает музыкальный центр, который наполняет помещение самой отвратительной и тошнотворной, на мой взгляд, мелодией, той самой лирической композиции группы Энигма, которая называется Седнос или Мэднос, я в этом не очень силен. Она падает на диван рядом со мной, неловко стукой с локтем, по-видимому, тем самым нервным окончанием, удар по которому вызывает пронзительную ноющую боль. Ее лицо на несколько секунд искажает гримаса, что вызывает во мне приступ утробного смеха и начинает расстегивать мне брюки. Я уже набрался до бровей и мне в принципе пофигу, что у меня не стоит, тем более, что иметь с ней секс мне совсем впадло. Далее начинается неуверенная пьяная имитация минета с какими-то булькающими звуками с ее стороны. Я в этот момент думаю о пошлости сложившейся ситуации, о пьяной, перманентно пытающейся издавать страстные звуки несчастной бабище, которая грезила быть королевой, а стала обыкновенной ресторанной профурсеткой, о собственном бессилии и о завтрашнем рабочем дне. Еще я думаю, что под эту мелодию сотни тысяч европейских бюргеров ежедневно трахаются со своими жирными женами, истеричными любовницами и еще о чем-то в этом духе. Постепенно я проваливаюсь в сон, успевая отметить, что Оксана, видимо, в силу беспрерывной занятости в своей сногсшибательной жизни, перестала бороться с целлюлитом, и он победил, как сорняки побеждают парниковые растения. Мне снится Тимур, стоящий в высоких рыбацких сапогах на борту какого-то сейнера полного рыб, бьющих хвостами. Затем я успеваю подумать о том, что где-то читал о рыбах, снящихся к беременности. Затем мне снится толстяк и звук кафе, строящий мне глупые рожи. Последнее, что я помню, это мысль о достаточно забавной идентичности наших с ним ситуаций. Я показываю ему во сне факт и окончательно отрубаюсь. отрубаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok